Ом Ти Ви Юэй, про Головне. Если по-простому-то. А кто напал-то на кого? Кто напал? Редактор немецкого издания Билд Джулиан Рёбке в гневе. Как я уже говорил несколько недель назад, и почти никто мне не поверил, в Украине закончились ракеты Патриот и Айрис Ти. Кроме того, большинство других средств противовоздушной обороны истощены или уничтожены. И это при том, что у нас на складах сотни систем и тысячи ракет. Нет слов, только гнев. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да? 80 лет. Значит, но дело его живёт. Мы вводим войска, они говорят, это плохо. Христофер Коволи, командующий войсками НАТО в Европе, заявил, что в ближайшие недели соотношение артиллерийской мощи на Украинско-Российском фронте может измениться не в пользу Украины до 10 к 1, если США срочно и немедленно не предоставят военную помощь Украине. Выступая в Комитете Палаты представителей по вооружённым силам, то есть в Конгрессе, где уже шестой месяц, если не седьмой, болтается законопроект о помощи Украине, который ошибочно называется «60 миллиардов долларов Украине». На самом деле там Украина получит в 2024 году 6 миллиардов, ну и ещё и 16 примерно, или ещё сколько-то в этом роде, в ближайшее время. А в основном там деньги на восполнение запасов Пентагона, на помощь Хамасу, Газе, немного там Израилю. В общем, всякой твари по паре. Но в массовом сознании укоренено, что это 60 миллиардов долларов Украине. 6 миллиардов Украине. Слушайте, 6 тоже хорошо. Неважно, сейчас уже не до жира, дайте хоть что-нибудь. Так вот, пакет этот болтается в Конгрессе. Сейчас, в последнее время, в Америке развернулась совершенно ожесточённая борьба за то, чтобы хоть какую-то помощь Украине принять. И схватка именно вокруг Конгресса идёт, потому что от него всё зависит. Вот, администрация Байдена ввела в бой тяжёлую артиллерию в лице командующего войсками НАТО в Европе, который говорит о том, что если ситуация не будет немедленно изменена, то Украина проиграет. Украина также может закончиться средством ПВО, сказал Каволи. И дальше делает вывод. Если одна страна может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, проигрывает та страна, которая не может стрелять. Поэтому ставки очень высоки. В этом году Украина очень зависит от нас, и без нашей поддержки она не сможет победить. Заявление грозное. Заявление, которое идёт в унисон с недавним высказыванием президента Зеленского об угрозе поражения Украины без американской помощи. Совершенно очевидно, что оно направлено на то, чтобы поставить республиканцев, блокирующих принятие пакета помощи Украине, в безвыходное положение моральное, что если они не принимают, то Украина проигрывает. Вина целиком не на Байдене, а на, соответственно, республиканцах. На самом деле генерал Каволи здесь мог бы обратиться напрямую к шефу Пентагона и попросить его выделить Украине, раз такое плохое дело. Что-то немедленно из тех 4 миллиардов долларов, которые даже говорят 6, Алексашенко вот сказал недавно, что 6, еще осталось у Байдена, что он может передать оружие Украине. Ну, передавайте, в чем проблема. Все равно это столько же, сколько реально пойдет по тому пакету, который лежит в Конгрессе. Так что можно передать хоть сейчас. И чего тогда огород городить в Конгрессе? Но проблема в том, что это именно заявление, связанное не с войной, а с внутриполитической борьбой в США. Кто победит, Байден или Трамп? При этом Трамп молчит, он тоже может одним словом своим снять все проблемы в Конгрессе у республиканцев и побудить их выступить с инициативы, либо поддержать тот пакет, который сейчас есть, либо там у них какие-то свои проекты уже есть. Могут, давно уже могли бы выступить, предъявить, проголосовать. И, в общем, было бы желание, Украина давно бы эту помощь получила. Причем желание с двух сторон. И со стороны республиканцев, и со стороны демократов. Но и та, и другая используют вопрос Украины исключительно во внутриполитической борьбе в Штатах в контексте президентских выборов. А Украина в результате платит за эту американскую игру кровью. При этом реальное положение ровно такое, о котором говорит генерал Каволли. И здесь еще очень важно отметить, что несколько недель тому назад подобные заявления мы слышали из уст отставных американских генералов. Ну, например, генерала Ходжеса, который тоже командовал когда-то войсками НАТО в Европе. Или его сменщиков. Оставные генералы давно все рассказали. Теперь уже действующие генералы, которым по должности положено помалкивать, пока им не сказали что-то сказать журналистам, вышестоящие политические начальники. Вот они говорят, что ситуация критическая. И, тем не менее, несмотря на критическость ситуации, правительство Соединенных Штатов ничего не делает для помощи Украине. 6 миллиардов, как говорит Алексашенко, или 4 миллиарда, 4,5 миллиарда, разная цифра называется, у Байдена остались от прошлых периодов, которые он может передать Украине. Это никто не оспаривал, эту цифру, эти цифры. Недавно из них чудесным образом материализовалось 300 миллионов, которые сейчас передаются Украине, в том числе 130 миллионов зенитных ракет. Вот срочно поставляются, опять-таки месяц назад было объявлено, только сейчас, срочно поставляются. Но вот Украина получается разменная монета, пешка, которую легко жертвуют. И даже не для того, чтобы разбить Россию или получить какие-то геополитические выгоды. К сожалению, Америка настолько американоцентрична, что ради схватки за Белый дом они готовы целыми странами, просто вот судьбой стран, размениваться. Миллионы людей нипочем, нипочем американским политиканам в этом смысле, кроме глубокого презрения, политика Соединенных Штатов не вызывает ничего. Тем временем, на украинском фронте очередная тяжелая ситуация, связанная именно с нехваткой зенитных ракет, нанесли мощный удар этой ночью российские войска по Украине. Силы ПВО сбили 16 крылатых ракет, 39 ударных шахедов и две ракеты Х-59, но многое чего не сбили. В частности, ни одна из ракет С-300 запущенных по Украине не была сбита, ни один кинжал не был сбит и так далее. Но и результат удара воздушного, не самого мощного воздушного удара по Украине, полностью уничтоженная Трипольская ТЭС под Киевом, которая является крупнейшей теплоэлектростанцией Украины. И это серьезные потери. Мы видим, что воздушные удары по энергетике Украины наносятся все более целенаправленно и системно, в отличие от ударов Украины по НПЗ России, о которых в последние дни мы уже ничего не слышим. Россияне продолжают методично, системно выносить энергопроизводящие станции на Украине. Да, они не могут уничтожить энергосистему, потому что большая часть электроэнергии Украины производится на АЭС, которые не по зубам российским ракетам и шахетам, но они разрушают ТЭЦ и ГЭС, они разрушают ткань единой энергосистемы. Получается, у нас Украина превращается в такие энергоострова, рядом с атомными электростанциями энергия будет, а в других местах нет. И основной удар приходится даже не по населению, который, безусловно, крайне неудобство будет испытывать из-за нехватки электричества. Дело не только в свете. Насосы, которые качают воду в дома, это тоже электричество. И что самое критическое, в воду, которая смывает канализацию. Если удастся полностью обесточить крупный город, то через 3-4 дня он, простите, в дерьме зарастет, и в нем будет крайне-крайне тяжело жить, а дальше начинается тепло, 26 градусов в Украине при такой температуре, при отсутствии канализационного смыва, всякие болезни, желудочно-кишечные и прочие, но это азы, собственно, со средних веков известны. Это население. Проблема главная в том, что украинские железные дороги, они полностью электрифицированы, без них останавливаются военные перевозки, и начинаются огромные проблемы со снабжением на фронте. Это то самое, что хочет добиться Россия ударами по-украинскому ТЭЦ. Это очень печальное, что нечем защитяться, потому что единственным средством эффективной защиты от подобных налетов являются хорошо оснащенные F-16, они идеально подходят, как платформы для ПВО, но их прибытие оттягивается, оттягивается, они будут. Первые шесть самолетов только летом, ну и шесть вообще, конечно, ничего не решают, их надо минимум 50, чтобы хоть какой-то эффект почувствовать, а еще лучше 200. И напомню, что в Америке более 1300 просто стоят в Неваде, в пустыне, просто так стоят, они списаны, их нет, они уже не на вооружении, но они в отличном состоянии, их можно в течение короткого срока провести в Божий вид и своим ходом даже отправить на Украину, ну понимаете, да? это к вопросу опять об американской помощи, которая имеет ключевую роль для результатов войны в Украине. Историус там пытается обвинять Путина, что Путин, якобы Россия, использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы. прекратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде.